Здарова, народ! И если вы играете на арте, вы сейчас просто охренеете от того, что произошло с артой в рандоме. Всё, внимание на экран. Вот сейчас, через несколько минут, сами всё поймёте. Ну а мы давайте посмотрим, что же у нас за боецкий такой. Все десятые уровни по одной арте за каждую сторону. Наш герой во взводе играет с Ебриком 105, с Объектом 140 сейчас. И именно вот этот взвод будет кардинально влиять на бой. Каким образом, что они натворили тут такого сейчас, сами узнаете. Но я вам скажу, мужики, это действительно было красиво. Ладно, давайте смотреть. Сводимся на противоположную часть карты. И кто же у нас здесь? А здесь пока что никого не видно. Так, а вот и Леоныч появляется. А ну-ка, давай-ка мы разомнём этого товарища. А то тут понакупали себе Леонов всяких, да? А арта старая добрая зашвырнула фугасную трындюлину. Она полетела, доставочка оформлена, как говорится. Так, ждите звоночка. Когда к вам чемодан прибудет, вас оповестят. Как у нас сейчас в игре, да? Это надпись. По вам летит чемодан, типа. По вам откинулась арта. Так сказать. Ну, уже один хрен. Не успеваешь никуда переехать. Так. Ну что? В принципе, неплохо работаем. По тяжикам пробуем сюда закидывать. Дали по Леону на 207. Может, там что-то залетело ещё. Помимо этого. Наш герой тут и без засвета уже успел покидать. Ну, тут тяжей непросто выцеливать. Хотя, посмотри. Тоже залетает. Ну, 96 хп, конечно, такое себе вообще. Ни о чём, честно говоря. А тут на фланге ситуация складывается тяжело. Вон, посмотрите. ИС-7 нашего союзного уже почти опрокинули. Поэтому надо усиленно помогать. Иначе сейчас у нас тяжи на этом направлении погорят, я чувствую. Так. Супер конь. Ну, давай. Сдай немножечко назад. Мы тебя зашлём. Со всей любовью. Полетело по супер коню. На 272. Оглушение ещё добавляем. Ну, в общем, такой. Вначале стандартный, ничем не примечающийся бой арты. Это только по началу, народ. Дальше будет интереснее. Опа-ча! Петушатник подъехал. А ну-ка, давай-ка по этому курятнику забалдасям. Он очень напрашивается. Да куда ж ты уходишь, а? Ох уж эти предупреждения всякие, да? Что по вам летит чемодан. Сразу пытаются уйти. Так. Ну, в итоге ИСа 7-го там добрали нашего фланг. Пролетает, походу. Счёт 2-5. Да и что-то вообще похоже на то, что бой движется к сливу. И решает арта, раз уж такая ситуация непростая, заныкаться. Ну, а что ещё можно придумать? Заныкаться, запрятаться тут. Тем более на перевале позиции позволяют вполне тут в кустиках встать. Деревья в себе тут наломать. И готовить нычку. Всё, фланг свободен. Добирают тут ещё ИСа 4-го, нашего союзного. И всё, никого нету. Одна арта. Ну, вот наши совзводные ещё сюда на базу тоже подтягиваются. Ну, что, будем втроём тут пытаться всю эту толпу дефать. Я даже не знаю, как это вообще может получиться. Ну, вот Еврик даёт подсвет и по грилю 15-му. Вот это уже нормально. На 678 засандалили. Прямо между булок ему. Отлично. Зашло. Вот это первая такая солидная тычка. Потому что, ну, до этого всё такое было. А вот картонная башня гриле 15-го никуда не денется. Так. МХ-М4-54 тут что-то выглядывает. Ну, как-то не ложится на него наш чемодан. Хотя нет, посмотри. На 324 закинули всё равно. За пригорочек, да, туда ему. Счёт 4-8. Вот что не радует. Там ещё, видите, на левом фланге там остатки нашей команды кое-как держатся. Но тоже очень похоже, что их скоро доберут. Их там вон с двух сторон кошмарят. Хотя, ну, посмотри, ещё пока дефают. Ну, посмотрим. Будем надеяться, что они там хотя бы не сольются. Потому что тогда вообще со всех сторон все сюда ринутся к нам на базу. Продолжаем отрабатывать по имбе. МХ-М4-54 сейчас неплохо показывает себя в рандоме. Ой, сейчас залетит кому-то под задницу. Дружище, я надеюсь, ты памперс надел. Тебе он сейчас пригодится. Ля, сейчас будет как залетать по жопе. На 363 всего. Да ё-моё, арта завышенные ожидания какие-то даёт. Хочется такая сводочка, такой фугас заряжен. Хочется ваншотнуть, а оно залетает всего на 363. Ну, ничего не поделаешь. Такая нынче арта стала. Кто помнит старые времена, да? Когда арта там закидывала по полторахи вообще налегке. Ну, то было. Так. Тех, кто сейчас на арту ругаются, просто не помнят уже. Или не играли тогда. Когда арта зашвыривала, мама, не горюй. По полной. Так. Два ваншотных Леона тут вкатывают. Ебрик 105-й ещё пытается отыгрывать. Тем временем от нашей команды... И арта, посмотри. Первый фраг себе забалабенивает. Тем временем от нашей команды осталось 3 танка всего. Это Леон. Леона уже нету. Был Леон. Вдвоём, короче, мы остаёмся со взводным нашим Ебриком 105-м против пятерых. Вот такая ситуация намечается у нас. И тут врываются уже, посмотри. Летят самоуперенные. По Леопарду шваркнули. На 379. А ну, держись, колёсник. Давай, давай, не получай. Добрать надо Леопарда. Да что ж ты так, а посмотри. Ай-яй-яй. Это, конечно, плохо. Колёсник получил. Леопарда не добрал. Всё сложилось не так, как нужно было. Зато вот сейчас тесту ЛТ. Есть шанс добрать. И залетает блайном. Второй фраг. На секундочку. У арты. Так. Ну и всё. Вдвоём с Ебриком. Причём у колёсника 49 хп. Всего сильное. Сильно не понаглеешь. Тут ещё посмотри. Пытается нас тут вражеская арта прощупать по трассерам. Да, походу. Или просто наугад. Так, народ. Пока здесь небольшая пауза возникла. А пока противники сюда подтягиваются. Напомню вам, что спонсоры этого видоса парни из классного сайта Водхаб. Где вы можете золото и премиум танки получать. Если вам нужна голда, там вот советую на Водхабе. Внизу сайта там раздел сборной кейсы. И вот такой классный контейнер в запасе. Из которого выпадает исключительно гарантированно голда. Всегда золото там выпадает. Там вот посмотрите список призов. И 25 тысяч голды, и 12 500. И 10 тысяч голды может выпадать. В общем, очень неплохо. Залетайте. Я вот сам открывал из контейнера в запасе. 69 рубчиков он стоит. И мне выпадало 7 тысяч голды. За 69 рейс. Считаю, вообще шикарно. 7 косарей голды было урвать. Ну, там вообще очень неплохой контейнер. Каждый раз открывая его, гарантированно какое-то количество голды вы выбиваете. Ну, может быть и меньше, конечно. Может быть и больше. В общем, залетайте. Ссылочка на сайт Водхаб в описании под этим видео. А если прямо сейчас перейдете, еще найдите вверху сайта кнопочку промокод. Там будет главная поддержка в этот промокод. Нажмите и туда в окошко вот этот наш классный промокод укажите. По нему каждый получает гарантированный подарок-бонус при пополнении счета на Водхабе. Также вот там неплохие контейнеры с танками есть. Там и Стрис МЗ, и Лавешника я выбивал. Да, много чего выбивал вообще. Там прям танков огромное количество. В общем, залетайте. В описании под видео вся информация. Ссылочка на Водхаб и наш промокод. Все там внизу. Смотрите. Так, а мы продолжаем здесь наблюдать. Давайте ускорим тут этот затянувшийся момент. Я уже даже все рассказал. Тут вот такое стояло. Вообразовалось, и вот оно прерывается выездом Бабаки. И посмотри, как наш герой выцеливает Бабакенцу. Ё-моё. Просто третий фраг взял себе и положил в копилочку. Не, нормально они тут задрочились в кустах у себя на базе, да? Противники ваншотные боятся выкатывать. А мы уже готовим следующий фугас. И кто у нас? Леопард один будет получать. Смотри, как выцеливает, а? Ему даже не надо в артиллерийский прицел переходить. Охренеть. Как зашвыривает. Вот что значит опытный артаот, а? Четвертый фраг. Просто, казалось, уже все проиграно. Ваншотный колесник и арта. Но мы меняем расклады, да? Смотрите, выцеливает тоже в аркадном прицеле по Е4. Но вот приходит немножко в артиллерийский. Все-таки так. Или нет? Будет сейчас кидать. Вот так, прямой наводочкой. Полетела на 327. Без вопросов вообще. Заходит. А вы, кстати, народ, не забывайте тоже лайчинские прожимать. На канал подписываться. Кто не подписан, там внизу кнопочка подписаться есть. Обязательно прожмите. Буду очень благодарен. Очень сильно поддержите канал. Так, ну а мы продолжаем смотреть. Вот тут Е4. Ну, походу, мы его сейчас фугасиком тоже забалдасим. Не, гля, всего 28 хп. Да ё-моё. Снимаем. Как комарик укусил для Е4. На самом деле там уже Е4 чисто на изоленте держится. У него вообще всего 13 хп. Колесник вообще боится выезжать. Чисто стоит на арту работает. Нет, связка идеальная. Арта с её обзором так бы не высвечивала. Фактически колесник сейчас даёт нам нормальный подсвет. А мы работаем на дистанции вообще без проблем. Вот эти только 13 хп фартовые у Е4. Попробуй их добери. А у арты тем временем остаётся 2 снаряда, я вам скажу. Здорово здесь уже. Не покидаешь. И 2 в 2 ситуация. Там ещё арту ехать искать. Надо сначала как-то тут посмотри. Как интересно артовод проскочил, что Е4 его получается не светанул. И мы сверху сейчас будем его проверять. Ой, тут ещё кто приехал. Здорово. Ой, ещё и с поджогом. Пятый фраг. На секундочку. Что арта творит? Вытаскивает реально за всю команду. Не часто, не часто такое увидишь, чтобы в рандоме такое с артой происходило. Так, и вон ебрик пошёл. Давайте. Вдвоём на Е4 выкатили и добрали. Двоих не доберёт сразу. Выкатывает ебрик. Ну что? Пошёл там чё-то. А у нас ББХа. Одна. И добирает Е4 колёсника. И арта выезжает прямой доводочкой. ББХой. Последним снарядом последнего противника. Это Фадин. Давайте к итогам. Ну и вот, пожалуйста. Воин. Медаль Фадина на арте. Мастер. 4 600 дамага. 6 фрагов. Вот такой Объект 261 у нас сегодня был в видосе. Вверху справа прошлый видос. Залетайте, смотрите. Мы с вами, народ, увидимся в новых роликах, которые очень скоро будут на канале. И в описании заглядывайте. Там ссылочка на Водхаб и наш промокод. Пока, народ. Продолжение следует.